Он сделал это со своей матерью, Крис-чан! Есть варианты про него, которые идут почти два часа, еще и две части, но мы с вами войдем в курс дела жестко, резко и коротко. Если нам зайдет вся эта история, и мы захотим более расширенную версию, мы сможем вернуться к более большим проектам, так скажем. Всем привет, вы на канале Лунные Янки, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня мы поговорим об одном культовом интернет-персонаже, своим юродством, заслужившим возглавить мартиролог всех фриков и мучеников эпохи интернета. Поводом для этого разговора послужил недавний громкий инцидент с участием героя, а именно его арест по подозрению... Ну если чё, давний, уже года два точно прошло. ...линию в инцесте с престарелой матерью, страдающей деменцией. Напоминает пока Людмурико и Габзавра, пока... Пока всё куда-то туда идёт. Ну-ка. То этот монстр, заслуживает ли он прощения, и что потолкнуло его к совершению столь отвратительного и гнусного поступка, узнаете прямо сейчас. Так. Поехали. Да может по любви, как Людмурик с Габзавром, не? Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Откуда я знаю мотив, кстати? Я как будто два-три раза в жизни этот мотив знал, слышал и наизусть запомнил. Мония величия, юродство и болезненный инфантилизм. Именно с этими словами ассоциируется легендарный в западных интернетах веб-комикс, носящий родное для каждого тамочного битарда название Соничу. Его автор печально известен в кругах интернет-троллей, видеоблогер Кристен Уэстон Чен. Он даже чем-то внешне на Габзавра вот чуть-чуть похож, чем чё-то есть. Также известен как Крис Чан. Его Соничу, гибрид Соника и Пикачун достиг такого уровня известности, что даже отдел маркетинга компании Сега ознаком с этим персонажем. Он сам по себе... Соничу? Нет. На первый взгляд тяжело понять, почему эти комиксы получили столько внимания. Художественные навыки автора оставляют желать лучшего. У меня точно такие же комиксы были, ещё хуже нарисованные про Человека-паука в детстве. Расположение графических панелей вызывает недоумение. Периодически блоки текста пронумерованы для того, чтобы читатель мог определить, с чем соотносится та или иная реплика. Но даже это не всегда помогает проследить за происходящим. В неприлично раскатистых полотнах текста нередко можно встретить крайне неуместный лексикон, сопровождаемый странными грамматическими конструкциями и множеством ошибок. Сюжет нелепые персонажи плоские, а главный герой Мэри Сью автором, которого все остальные персонажи любят и уважают. Даже место действия, город Квиквель, назван в честь его инициалов. Но что же принесло этому комиксу культовый статус? Что отличает его от прочего низкопробного фанатского творчества? И почему он стал таким популярным социальным феноменом? Ответ связан не столько с... Он там из штанов выглядывает. Что это такое там вообще происходит? Или это деградация уже какая-то пошла? Комиксом, сколько с его многострадальным автором, приковавшим к себе внимание всего интернет-сообщества. Недаром его называют одним из самых задокументированных людей в истории. В 2011 году мультипликатор Гарри Партридж заметил, о Крис Чане написано больше, чем о Джорджи Вашингтоне, Роберте Паттинсоне или Джастине Бибере. Этих огромных сердцеедах, у которых нет вики-сайтов с тысячу статей об их домашних кошках, местах, в которые они любят ходить и есть, и рубашках, которые они носили в разные дни. О нём было снято несколько любительских документальных фильмов, среди которых видео ютубера Фредерик Нутсен, которое во многом легло в основу моего рассказа. Все источники в описании. Оооо, вообще какая звезда ты, смотри, ещё и фильмов на него понаделали. В Фредфул существует группа троллей, которые любят изучать странных и зачастую психически нездоровых людей и глумиться над ними. В октябре 2007 года один из участников форума описал свою встречу с одним из таких людей. Этот тип оставлял визитки в библиотеке моего училища, где он торчал часами, ища девушку без парня. Так я узнал о нём впервые. Потом я как будто зациклился на нём. В результате дошло до того, что прошлым летом я специально поехал в магазин игр, после того, как он запостил, что будет там. Он оказался именно таким аутом, каким я его и представлял. Нас что-то жёсткое, да, ждёт? Что-то жёсткое прям, что-то прям жёсткое или нет? Ну а вот Ламасу говорит, не так жёстко, как с Габзавром, а мы не знаем, что там за кадром с Габзавром. Включайте Соничу. Далее следовала ссылка на ныне утерянный сайт Криса. Вот как описывают его форумчане. По-моему, мой компьютер теперь заражён ВИЧ. Не переходите по этой ссылке, если вам дорога ваша психика. Его страница похожа на то, не как ланический припадок. Пишет пользователь, скорее всего, имея в виду яркие, не сочетающиеся цвета, которые были характерны для личных сайтов того времени. Сайт был наполнен карандашными рисунками, а также содержал первые семь выпусков комикса Соничу. Здесь же заинтересованные лица обнаружили имя человека, ответственного за этот паноптикум, Кристена Уэстона Чендлера. На самом деле его было сложно не заметить. Не было ни одного свободного угла на странице, куда бы автор не поместил свои инициалы. CNWC. Участники форума тут же обратили внимание на его нелепую работу для конкурса по мотивам игры «Пора под рейпер». Как оказалось, Крист не мог похвастаться умением проигрывать. Победителя конкурса он назвал тупым и никчёмным, а себя объявил настоящим победителем. Его негодование было вызвано страстным желанием выиграть билеты в Сиэтл, чтобы устроить романтическую поездку со своей подругой Мэган. Но они чуть позже... Пара членов сообщества также поделились своими историями о встречах с Крисом. Блин, вообще жесть, люди, конечно, хайпуют, но вообще не понять в чём. Нарисал какую-то хрень корявую, расфорсилась жёстко, все смотрят, все такие, ёбля, уже балдёж, кривой Соник, блин, Пикачу, вот это то, что нам надо, блин. Но в его исключении из колледжа, а также подвязку Соничу, которую он носит куда бы ни пошёл. Некоторые из форумчан, однако, выражали сомнения в том, что Крис Чан реальное лицо. Несмотря на то, что он вёл довольно насыщенный блог в Майспейс, в нём он, среди прочего, делится тем, как его выгнали из магазина. Надеялся найти девушку без парня, от 18 до 23 лет, как обычно. Его... Ищу девушку с парнем, от 18 до 23. Пребования к своей избраннице также были вывешены на Майспейс. Среди них, белая, весом до 100 килограмм, возраст от 18 до 24, и не курящая. В списке тех вещей, которые он не потерпит в девушке, были пункты курящая, алкоголичка, очень страшная, низкофункциональная, психически неполноценная, серьёзно физически уродливая, светлое и тёмно-шоколадного цвета и аутистка. На фоне одиозной претенциозности списка особо выделяется последний пункт, ведь Крис признаёт, что сам является аутистом. Он завершает список требований следующими словами. Прошу прощения, если задел за живое. Я просто честен, но не переживайте. Даже если вы мне не подходите, вы всё равно можете помочь мне, разнося доброе слово обо мне среди свободных девушек в 18 и 24 лет. Спасибо за внимание. Удачного дня. Один пользователь проникается за чувствием Крису. Я, конечно, знаю, что это сам Фенефул, но всё-таки он ведь правда инвалид. Я быстро просмотрел этот список и мне сразу же стало жаль парня. Как бы то ни было, в конечном итоге о Крисе узнали на Фучан. Анонимы принялись обстоятельно изучать его личность и вникать в его комиксы. Они быстро выяснили, что творчество для Криса было не столько способом самовыражения, сколько инструментом для воплощения своих фантазий. В центре внимания первых двух выпусков находился именитый Соничу. Помесь Соника и Пикачу сражаться. Блин, а он только Соник Чу переделал. Все остальные просто обычные персонажи и всё. Ставящийся с доктором-роботником из вселенной игр про Соника. Но к третьему номеру главным героем стал фактически сам Кристиан. А антагонистом женщина по имени Мэри Ли Уолш. Имя и внешние злодейки были взяты из реальной жизни. Это, короче, мама его. Мама по-любому, блин. Я прочитал. В то время, когда Чендлер учился в общественном колледже, он развешивал любовные объявления в студенческом кампусе. Листовки с вызывающим названием «Любовный квест» содержали вышеупомянутое требование ко второй половинке Ромео. Когда Крис отказался прекращать развешивать объявления и околачиваться с ними в общественных местах, Уолш попыталась вразумить его в своём кабинете с глазу на глаз. Но единственным результатом стал лишь рисунок с угрозой, который Кристиан прислал по почте на домашний адрес Уолш. После этого ему запретили появляться на территории кампуса в течение одного года и потребовали посещать занятия по управлению гневом, а также получить психиатрическую помощь. Крис выразил своё негодование, демонизируя её в своих комиксах. Он изобразил и стереотипной злодейкой из детских мультиков, оставив реальное имя. Из-за того, что его часто выгоняли из торговых центров и магазинов по причине того, что он бесцельно шатался со своим магнитом для девушек, знаком протяжения, как он его называл, А так нельзя, да, делать в торговых центрах? Магнитом для девушек, блин. Девушки, есть какой-то магнит, который на вас работает? Что вы скрываете там? Охранники и менеджеры, на которых он затаил обиду, также... Для пацанов есть магнит, это девушки. ...или демонизированы в его комиксах и изображены в виде злодеев, которых Крис непременно побеждал. Он называл их коп злый и козл-министратор из детской простотой и обидой, сочетая название профессии со словом козёл. Играя на ненависти Кристина Гея, члены Кучан начали рисовать... Что-то розовое, значит, очень пошлое. ...губые, непристойные, фотографии Чендлера в его... Магнит Деньги! Жёстко! Не, это антивайп от девушки. ...во любимом месте игровом магазине под названием The Game Place. 3 ноября, всего через 7 дней после появления трейда на Санфе Нефл, о нём была написана статья на сайте Энциклопедия Драматика, аналоги отечественного Лурка. Эта статья быстро стала одной из самых популярных на сайте и положила начало быстро растущему интересу Кристину Уэстону Чендлеру, а также насмешкам и издевательствам в его адрес. В скором времени Кристину... Такого драконить нельзя, он же вообще поедет крышей, бля, опасно! ...сузнала посвящённая ему страница на Энциклопедии Драматика. Он верно принял это за добрый знак, радуясь, что его комиксы стали популярнее. Тех же, кто дурно о нём высказывался, он счёл жертвами дезинформации о себе. Затем Кристин снял ролик на YouTube, где кратко рассказал о своей биографии, в основном повествуя о годах в начальной и средней школах и о своём, как он это называет, высокофункциональном аутизме. Я одна учительница особенностей в средней школе про ВИДЕНС, которую я хотела бы передать, большой привет, которая была, которая была, которая я хочу, которая не... Он окончил видео, просьба средактировать страницы. Я вообще не понимаю, что там пишут внизу. ...сузнала энциклопедия Драматика, чтобы она имела более комплементарный характер. Уберите их, пожалуйста, я прошу. Как невинная жертва недоразумения, просто удалите эти страницы или редактируйте их так, чтобы они лучше отражали мои чувства как личности. Стоит ли говорить, что попытка оказалась провальной? В конечном итоге он принялся собственноручно редактировать сайт, однако его правки быстро вычисляли, отчасти из-за того, насколько неуместно они выглядели, а также потому, что в них он писал о себе от первого лица и местами оставлял свою подпись. Информ... Короче, фрика жесткого раздраконили, я вот че понял. Ну, он и так раздраконенный психикой. Психика раздраконена, а его еще больше додраконили. Мация, которую он добавлял о себе, зачастую имела крайне личный характер. Так, он писал о своих неудачных попытках завязать романтические отношения с подругой Мэган, делился стихами, дневниковыми заметками и упомянул, что у него есть резиновая кукла для секса по имени офицер Нести. Очарованные читатели поняли, что откопали настоящий клад. Ебать, ремешок! Уф, блин, с его же комиксом вроде. В ходе исключительно странной попытки ответить на бомосексуальные арты с его персонажами, он нарисовал собственную порнографию, в которой, помимо своих персонажей, изобразил, кого бы вы думали, верно, себя любимого, занимающегося половым актом с неизвестной девушкой. Часть пользователей... Так это же резиновая, его офицер, кто-то там, я же вижу, блин, четко передана картинка. Он считал, что это была очередная фантазия Криса, не имеющая ничего общего с реальностью. Однако он пояснил, что девушка на рисунке является одной из его немногочисленных друзей, Меган Шрёдер. Люди, зависающие на энциклопедии о драматике, естественно, начали издеваться над Крисом, используя предоставленную им информацию. Постепенно отравля стала просачиваться в реальную жизнь. Так, ему запретили посещать церковь после того, как пастору сообщили о странице Кристина на энциклопедии о драматике. Другим человеком, узнавшим о его проделках в интернете, стала Меган, френдзонящая Криса с 2005 года. Она обратила внимание на непри... Блин, я теперь понимаю, почему это популярностью пользовалось. Это же чуваки, считая его, бля, жизнь через комиксы смотрели. Опять я стоп-кадр на этой картинке? Чё это, полюбил эту картинку? Нестойный рисунок со своим участием. Глубоко отвращенное действиями друга, она отправила ему электронное письмо, флик на тормозах и найти оправдание тому, что он сделал. Однако вместо этого он рассказал кое-что ещё более отвратительное. Он написал, Меган, мне жаль, что я залил этот рисунок, и я хотел бы вернуться назад во времени и остановить себя. Но я не жалею о том, что нарисовал его, потому что если бы я не выплеснул свою фрустрацию в творчество, я мог бы сорваться и сделать какую-нибудь глупость. Меган ответила вопросом, что это значит, похитить и изнасиловать меня? Войдя во вкус в самозакапывании, Крис... Кто-то издал какой-то звук у меня в комнате. ...попытался заставить её почувствовать себя виноватой. Меган, я хочу оставаться твоим другом, но мне становится всё труднее справляться с эмоциями по поводу большого расстояния, разделяющего нас. Я чувствую себя грустно, одиноко и отвергнутым, когда ты не думаешь мне быть рядом с тобой и даже когда ты со мной не разговариваешь. Любовь! К апрелю Меган по всей видимости оборвала все контакты с ней. Чёрт, какого себе, блин, индейца подхватила, если это она? Вы сломали самую лучшую дружбу, лучшие отношения, самые близкие, которые были в этой жалкой взрослой жизни. Вскоре после потери Меган, Крису запретили посещать последнее место, где он мог социализироваться. The Game Place, а тролли изобретали всё более извращённые способы травли. Так, один человек сделал вид, что он и есть Кристиан, скопировав его стиль одежды и манеру речи и даже медальон Соничу. Пользователи прозвали его Ликвид Крис и стали активно подыгрывать пародисту, создавая у Криса впечатление, что его двойнику удаётся обмануть людей. В ответ наш Человек-дожден начал делать собственное видео, выдавая личную информацию в качестве доказательства о подлинности своего я, включая телефонный номер и домашний адрес. Чёрт, это смешливый ублюдок! Выкуси! Я Кристиан Уистен Чендлер, а ты всего лишь Крис Чендлер! Твой медальон сделался, запускался с бумаги! Рисовал комикс, повествующий о похождениях брата Соничу, Асперчу, неудачника с синдромом Аспергера, подозрительно напоминающего Криса. В своей пародии автор акцентировал внимание на ярко выраженной нетипичной любви между братьями, высмеивая кондовую гомофобию Криса, которая, ввиду своей навязчивости, убедила... Другой способ вывести нашего сердцееда на эмоции, прикинуться той самой девушке из его фантазии и под видом наивной глупышки втереться в доверие. Первая из них, самоназванные бланки Вайс, удалось уговорить Криса выслать ей по почте медальон Соничу, после чего реликвия была благополучно уничтожена на камеру. В ходе этих кампаний было добыто огромное количество фото и видеоматериалов сексуального характера. Да блять, короче, да, есть девчонки странные, которые вот к таким клеятся, типа развести на какую-нибудь приколюху гобзавра там какого-нибудь. Девчонки, ну вы вообще ебать, что за хуйня? Вот эти девочки, которые вот на такую хуйню вообще согласны и занимаются этим. Что это такое вообще? Так же слитых переписок с довольно пикантной информацией и поведанной зачастую абсолютно без просьбы. Особенно отличился 13-летний парень под ником BlueSpike, разыгравшись с Крисом настоящую садистскую драму. Сперва он взял себе имя Джулии и принялся разводить свою жертву на Вирт, введя планомерные записи того, как Крис сам удовлетел... Не, ну шкалота, ладно, шкалота, она ее рофлит, понятно. Ну и девчонки, взрослые гобзавра реально на такую херь разводят, тоже сидят. Детворяется. В ходе одной из таких сессий Крис со спущенными штанами был застукан своим отцом, что однако не нау... Блин, я думал у Криса по прошлой фотографии пупка нет. Тринадцатилетний. А в смысле, а в шо, в тринадцати лет, ебать, в тринадцать лет уже как сорокалетний мозг, нахуй. В четырнадцать... В тринадцать лет, в четырнадцать, мужик пьяный подумал, что я девчонка. Я говорю, да-да, есть полтос, ебать, тогда пойдем гулять. Вот и полтос, плюс полтос. А гулять не пошел. Ха! В смысле, в тринадцать-четырнадцать, блядь, это нормальная всякая, ну, хуйня, звонить, доебывать в интернете кого-то, хуйню всякую эту, как это, пакостить, да, всякое говно придуть. Наоборот, как раз возраст, когда дичь творишь. Научила героя предусмотрительности, и чуть позже в сеть попала запись того, как Рис развлекается со своей секс-куклой и крича имя своей возлюбленной. Ну, то есть, пацаны тоже так делают? Нет, ну, клеиться, разводить, мужичка там, ну, да, делают, получается. Вы че, делать вам неахуй? Ладно, алкаш шел мимо, доебался в тринадцатилетнего, ты полтинник взял, пошел гулять с пацанами, чипсы есть. Ну, фоточки голые, этого бомжа алкаша, никто ж не просил, правильно? Затем, Blue Spike завел вторую личину, Макса, злобного брата Джулии, и убедил Криса отправиться в долгую поездку в Огайо с целью вырвать свою девушку из кровного плена. Выйдя из дела, Blue Spike решил со взрывом. Для этого он украл аккаунт Криса в PlayStation Network после... Я не знаю, почему у меня... Ну, наверное, нет смысла, но мне кажется, как будто это Мэдисона, жизнь за кадром. Блядь, ебать PlayStation с Озоном вместе за компанией. Чипа шантажом заставил бедолагу сосунуть медальон Сонича в себе в задницу. Вдоволь поиздевавшись, Blue Spike так и раскрыл себя, чем довел свою жертву до слез. Даже его коллеги-тролли сочли поведение Шкета неприемлемым и приняли решение выгнать его от греха подальше. В общем, жизнь Криса превратилась в настоящее реалити-шоу. Чувствуя себя цирковой обезьянкой, каждый шаг которой документируется и обсуждается плеядами троллей, юноша все сильнее и сильнее ослаблялся. Блядь, ебать громко было, я охуел. Ознобленность начала проликать в комиксы про Соничу, у которых, как уверял себя Крис, теперь появилась обширная фан-база. Он начал изображать троллей в роли злодеев, поминая отошедшую на второй план Мэри Ли Волш. Персонаж Кристиана же постепенно занимала центральную роль в сюжете. Дошло до того, что Соничу практически перестал появляться на страницах комикса. Чем больше люди узнавали о Кристиане, тем более явным становился портрет этого человека. Жизнь Криса была похожа на жизнь ребенка. Его родители, Боб и Барбара, окружали его повышенным вниманием и ограждали от всех проблем, вследствие чего он проводил свои дни, собирая конструкторы Лего и играя в видеоигры. Несмотря на то, что он ходил в школу, его социализация протекала довольно посредственно, вероятно, не в последнюю очередь из-за диагностированного в детстве аутизма. Крис жил в грязи. Его родители были барахольщиками. Они хранили столько мусора, что со временем он выходил со пределы дома и скапливался во дворе. Так там вообще вся семья такая странноватая. Ну как Габзавр, реально, бля. Скопление мусора, ребеночек, который все деньги тратит чисто в игры. Ну прям вообще один в один девчонки, которые его разводят все время. Только, ну, Габзавр только стримить умеет. Делал бы еще комиксы по своей жизни, а отвечаю, так же бы хайпанул. Делал бы комиксы по своей жизни, про свои любовные похождения, про маму там. Уф, хайп был бы. Пождественская елка стояла в одном и том же углу гостиной круглый год и убрать ее не позволяли скопившиеся на пути груды мусора. А видео в ванной, которое снял Крис, показало, что вся ванная была покрыта микробами и плесенью. Один очевидец отметил, что Кристиан пахнет гнилым арбузом, в то время как другие описывали его запах как запах пота, замаскированный литрами акса. В психиатрических бумагах, датируемых 2004 годом, отмечено, что ему долгие годы прописывали антидепрессанты. По словам врача, ему могла бы помочь терапия, однако не похоже, что она была ему оказана. Чем дольше продолжалась травля, тем сильнее Крис поддавался паранойи. Он и его родители начали видеть тролли повсюду и стали все больше и больше. Блин, может Габзавр ждет такое. Только у них реально тролли много, реально. И еще и хату знают, еще и все там гадят им двери, камеры там скрывают с домофона. Отдаляться от внешнего мира. Я, я, выслежу вас, проклятые грязные тролли. Это война. И несмотря на паранойю, Крис продолжал попадаться на уловки троллей, меняя одну воображаемую девушку за другой. Не тут, а вот. Не тут, а на предыдущем кадре. Юзю напомнил. На этом нет. Больше информации он выдавал, тем настойчиво остановились шутники, усиливая и без того свербящую паранойю. Когда его отец умер от инфаркта, Кристиан косвенно обвинил в этом троллей, отметив стресс, который они вызывают. Комиксы Криса становились все более мстительными. В них все чаще проникал мотив смерти, а его властолюбивые фантазии сменились садистскими. Все это достигло своей кульминации в десятом выпуске комикса, в котором его самые ненавистные битчики попадают в суд. Их признают виновными в оскорблении Кристиана, и каждый из них получает собственную сцену пытки. Одному выпала мучительно долгая смерт на электрическом стуле, другой был подвешен и расстрелян тремя людьми, третьему ломают части тела с помощью телекинеза, пока его сердце не взрывается, а четвертому просверлил тело маленький ребенок. Травля достигла предела 28 октября 2011 года, когда они с матерью Барбарой напали на Майкла Снайдера, владелица The Game Place. Напомню, Крис был персоной Нонграта в этом магазине с 2008 года. С годами Чендлеры пришли к выводу, что Майкл Снайдер каким-то образом координировал атаки троллей. Известно, что Кристиан и Барбара подъехали к магазину и начали фотографировать Майкла, вызвав у того непреодолимое желание догнать нарушителей порядка. В попытке скрыться от преследователя небутевая семейка не нашла ничего лучшее, чем сбить его на своем фургоне и попытаться скрыться. А вот так вот задуматься, да, вот тролли, вот тролли, они все время клеятся к фрикам прям жестким. И по сути фрики, они нуждаются в лечении, им нужна помощь, но вокруг них собирают, они бессильны, типа быть нормальными не могут, они, ну все, это пизда. В любом случае они будут агрессивны, там какую-то хуйню, дичь творить, конечно там хуи палить, к девкам клеятся, ну потому что они больные люди, и им нужно лечение, и вокруг них собирают, такой парадокс, что вокруг них собираются люди, не которые такие, надо вылечить, помочь, смотрите, человек сходит с ума, он ебнутый, как жалко, вот надо вылечить, а вокруг них собираются люди, которые такие, давай еще жестче тебя сломаем, психику, вообще еще, растлим тебя, блять, вообще, по пизде твою всю жизнь пустим. Вскоре, однако, их задержала полиция, и в апреле следующего года им были предъявлены обвинения в попытке скрыться после аварии и нападений. Оба были приговорены к условным срокам и исправительным работам, также их обязали оплатить медицинские счета Снайдера. После этих событий, Крис свернул свое присутствие в интернете, и интерес к нему угас так же стремительно, как и появился. Отчасти это связано со смертью его отца Боба, которого сторонние наблюдатели считали одним из самых симпатичных людей в Кристории. Он оставил семью с непогашенными кредитными долгами, что несказанно усугубило финансовое положение безработного Кристиана и его 70-летней матери. Нам нужны деньги. А для чего они нам нужны? На еду. 10 января 2014 года интерес Кристиану снова разгорелся после того, как в его доме произошел пожар. По словам Криса, причиной возгорания послужил шнур, воткнутый в розетку в ванной комнате на первом этаже. Изоляция со временем износилась, а кучи хлама оказались хорошим топливом для огня. Пожарным не удавалось добраться до места возгорания гораздо дольше, чем того требовала ситуация. Причиной стали скопившиеся на пути горы мусора, из-за которых им пришлось проникать в дом через окна. Другим знаковым событием на закате эпохи Криса была его кампания против смены цвета рук Соника с коричневого на синий в последней на тот момент игре франчайза Соник Бум. Его крестовый поход окончился в окружной тюрьме, после того, как он обрызгал работника Геймстоп перцовым баллончиком. Следующей вехой в истории Кристина стала сексуальная революция. Да, я вот сразу революция пошла по фотографии, видно. В 2016 году он официально изменил свое имя на Кристин, заявив о себе как о транс-женщине-леспиянке. И хотя бы... Ну, что-то на новой популярной волне надо же как-то зайти в интернет четенько. С лучшим гомофобом первые звоночки люди находили еще в его ранних комиксах. А в 2011 году он в открытую называл себя девушкой и перестал стесняться своей тени. Мне нравится, что для того, чтобы быть девушкой он просто волосы отрастил и все. На этом закончено. Так и кросс-дрейсинг. Та щетина такая ебейшая просто вообще что-то глаза там подмулевал и то незаметно. И стал усиленно искать способ сменить пол. Каким бы противоречивым ни было изменение личности Криса, кажется, что оно пошло ему только на пользу и помогло лучше понять себя. Вместо церкви, которая ему надоела, Крис начал проводить время в различных ЛГБТ-сообществах. 2015, 16 и 17 возможно были последними годами, когда Крис действительно чувствовал себя в своей тарелке. И хотя им все еще двигало желание найти возлюбленную, посещение прайдов ЛГБТ-фестиваля обеспечило Крису социальное взаимодействие, которого ему не хватало. И некоторое время он был счастлив, однако его... Он попал в мир, бля, ну он жесткий мир попал. Он прям как в свой комикс попал. Прошлое все же настигло его в 2017 году, когда группа троллей под эгидой Айди Агайес разрушила его идиллию. И тут он, видите, и опять же люди такие, нет, этот больной психологический человек с аутизмом еще и давай, блядь, еще и жить нормально начинать. Че, охуел? Пойдемте портить, блядь, все нахуй ему. Сегодня Криса больше чем когда-либо жалеют из-за его искаженного чувства реальности. Не способный смотреть в лицо ужасным трудностям вроде огромных денежных долгов, ухудшения здоровья его матери и тревожно-низкой самооценки, он полностью принял реальность, навязанную ему троллями из Эйди Агайес. Они прикидывались воображаемыми друзьями Криса, планомерно промывая ему мозги и ломая и без того хрупкую связь с реальностью. Так, они заставили его верить в то, что он был наполовину Соничу, а его Квиквилл реален. Когда стало известно, что Эйди Агайес вымогали у Криса огромные суммы денег и угрожали сообщить о нём ФБР, если он откажется, вмешались отряды сторожевых псов, которые оградили Криса от пагубного влияния троллей. Однако нанесённый ущерб психике Криса был уже необратим. Он купился на фантазию о том, что он бог своего иллюзорного мира. И когда в 2020 году началась пандемия, он поверил, что это начало слияния двух измерений нашего мира и Квиквилля, в результате которого вымышленные персонажи станут реальными. Жестко. Изоляция привела к тому, что Крис практически год провёл. Я уверен, с Габзавром что-нибудь будет подобное происходить и люди будут вот эту хуйню. Они будут дальше, дальше его гнобить. Это как Влад Савельев. Просто эти ребята немножко психологически стабильны, в отличие от Криса. Поэтому они держатся. Влада Савельева, что там его травили? Он в Грецию переехал вроде когда. Чуваки там ему покою не дали. Начали развешивать вроде везде объявления на его улице, что он педофил. Что-то там и такое вроде было. Могу что-то коверкать, но вот как-то так было. В теле Соничу, путешествуя между измерениями, пока не случилось страшное. 29 июля 2021 года в сети появилась аудиозапись телефонного разговора Криса, на которую он признаётся в половом акте со своей матерью. Крис раньше признавался в том, что видит интимные сны с мамой, а их близость была объектом шуток со стороны троллей на протяжении всей эпопеи. Но мало кто верил, что Крис всерьёз способен на то, чтобы изнасиловать свою 80-летнюю слабоумную мать. Как итог, Кристин ожидает судебного слушания по обвинению в инцесте в региональной тюрьме Вирджинии. По законам этого штата, инцест считается тяжким уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Щекотливости добавляет тот факт, что Криса, несмотря на его самоопределение, поместили в мужской изолятор, так как по местным законам не прошедшие смену пола трансгендеры помещаются в тюрьму в зависимости от их биологического пола. Что ждёт Кристин Уэстон Чендлер в будущем? Это не та комната, где мистер Бист выживал, блин, сколько-то там дней. Историки сходятся во мнении, что надежно-счастливый конец катастрофически мало. Как бы то ни было, на выходе мы имеем невероятно поучительную историю, рассказывающую, с одной стороны, о плохом воспитании, социальной изоляции, инфантильности, нарциссизме, лени, сексуальных отклонениях, а с другой, травле, жестокости... Вот травля, травля, то-то всё лечить можно, а вот травля, блядь, неизлечима, нахуй, коллективная хуйня. Ну, шо, пиздец. Ну, я... Блядь, чуть не сказал надеюсь, нахуй. Я почему-то думаю, что если вдруг какие-нибудь психологические проблемы у габзавра вдруг выскочат, если они у него есть, ну, вроде нету, то тогда у него примерно вот такая же хуйня какая-нибудь. Да и ещё, мне кажется, габзавр много раз на... Я какой-то ролик про габзавра, блядь, разотрел. Так похуй на Крис Чана, меня больше интересует. Из-за этого ролика судьба габзавра, потому что это прям, ну, почти, почти зеркало. Только габзавр не такой талантливый и не так жёстко ещё на каком-то творчестве расфорсился.